18 месяцев назад я сделал это видео с моей подружкой Катя в Одессе. Сейчас у меня уроки на русском с учителем из Айтоки, и вы можете видеть мой прогресс в другом видео. Ну, на самом деле это интересный вопрос, потому что одним предложением на это точно не ответишь. Есть очень много факторов различных абсолютно, то есть есть что-то связанное с культурой, какой-то X у нас, очень интернациональный город. У нас был итальянец, испанец, француз, очень много еврейского. Французы приезжают, они видят что-то свое, итальянцы приезжают, видят что-то свое. То есть в принципе отчасти из-за этого я думаю, что многие могут чувствовать себя здесь как дома. Ну вот так сложилось, скажем так, вот у нас был архитектор, который в принципе как раз построил оперный театр в Вене. В Вене? Да, я к сожалению не помню фамилии его, но как бы архитектор тот же самый. И в принципе люди, которые бывали и в Вене, и в Одессе смотрят на оперные и говорят, что в принципе они даже визуально очень похожи. Да. Что в принципе логично. Одесский юмор. Да, это очень своеобразный на самом деле юмор, особенно учитывая, что Одесса в принципе считается столицей юмора. И конечно у нас есть какой-то свой, скажем так, стиль. Стиль. Его очень тяжело описать, но в частности как бы один из таких суб-стилей, скажем так. Одесса была длительное время очень еврейским городом. То есть у нас все еще остались там или потомки. К сожалению большинство евреев уже уехали в Израиль, им там комфортнее. Но шутки все еще остались, особенно по поводу их акцента. Конечно они приезжали сюда, конечно они учили русский. Но при всем при этом они поддержали, скажем так, свои. Ну да, Аркадия это такое особенное место, скажем так. Так, это больше туристическое. Я со своей стороны не очень это место люблю, но в принципе если человек приезжает не Одессе, то есть приезжает откуда-то, то лично от себя я могу посоветовать хотя бы один раз попробовать там побывать просто для опыта. А так в принципе как бы летом, естественно так как у нас есть море, так как у нас есть пляжи, то естественно большинство людей любят проводить время именно на пляже. На пляже. Например, Аркадия, пляж это очень важно на городе, да? Ну конечно, очень важно, потому что это, скажем так, золотая жила в городе летом. Интервью закончено. Я сделаю новое видео на русском изоляции через несколько месяцев.